Маленькая баба-яга Действующие лица, ведущий Это я сам Я вмешиваюсь там, где необходимо что-нибудь сказать от имени автора Маленькая баба-яга Она еще девочка, потому что ей всего 127 лет Говорящий ворону Абрахас Ее друг очень мудрый Рум-пумпель Ветряная ведьма, родная тетка маленькой бабы-яги, но очень вредная Главная ведьма Думает, что она главнее всех на свете Томас и Вронин, брат и сестра Очень хорошие дети Действие происходит в наши дни Жила-была маленькая баба-яга То есть ведьма И было ей всего 127 лет Для настоящей бабы-яги Это, конечно, не возраст Можно сказать, что эта баба-яга Была еще девочкой Жила она в крохотной лесной избушке В избушке вместе с бабой-ягой Жил еще ворон Звали его Абрахас Баба-яга в него очень верила Однажды маленькая баба-яга Сидела возле своей избушки И занималась по колдовской книге Хударах, 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 текирики, кукареку Покус-покус-покуси Дереши Хусаэ-хусаэ-худара-хударах Тысячи кресинок хвосту Абрахас Колдовство не такая уж простая штука Карр, карр, лениться в этом деле никак нельзя. Я должна выучить всю колдовскую книгу от начала до конца. Ты видишь, какая она толстая? Карр, хватит разговаривать. Ты остановилась как раз на дожде. Ты должна сделать дождь. А у тебя что получается? В первый раз с неба посыпались мыши, а во второй раз лягушки, в третий еловые шишки. Сделаешь ли ты, наконец, настоящий дождь? Я постараюсь. Я встаю, складываю руки крест-накрест и говорю, что здесь написано. Ага. Хокус-покус, сельдерей, туча серая скорей. Быстро влагу собери и пролейся. Раз, два, три. Кислое молоко вместо дождя. Кислое молоко. Что ты наделала? Я, видно, опять оговорилась. Оговорилась. Рассеянно ты вот что. Тебе надо сосредоточиться. Ты находишь? Карр. Ты прав. Я не могу сосредоточиться. Это потому, что я вне себя от злости. От злости? На кого же ты злишься? Я злюсь, что сегодня в Альпурге и воночи, новогодний ведьминский праздник. Сегодня все ведьмы соберутся на горе Блоксберг и будут там танцевать до утра. Ну и что? А то, что я еще слишком мала для танцев, так говорят взрослые ведьмы. Они не хотят, чтобы я танцевала вместе со всеми. Видишь ли, в твои 127 лет ты еще не можешь этого требовать. Когда станешь постарше, тогда другое дело. Оставь. Я хочу уже сейчас танцевать вместе со всеми. Понимаешь? Ты моя маленькая видимо. Чего нельзя, того нельзя. Будь же разумной. Мне кажется, ты что-то задумала. Я знаю, что я задумала. Сегодня ночью я полечу на Блоксберг. Но взрослые ведьмы тебе это запретили. Запрещено многое. А если я им не попадусь? Ты попадешься. Ты попадешься. Не каркай. Не каркай. Я появлюсь в самый разгар. А перед концом смоюсь. В праздничной суматохе меня никто не заметит. Звучит музыка Когда маленькая баба-яга появилась на Боксберге, все взрослые ведьмы были уже там. Развивались по ветру волосы, Свистели платья, это ведьмы летали вокруг колдовского костра верхом на своих метрах Здесь было около пятисот ведьм Горные ведьмы, ведьмы болотные колодезные, ведьмы тумана, травяные ведьмы и ведьмы ветра Старые ведьмы, мы злобы полны На пахащи не уйдем, мы всюду должны В черную зависть несем в белый свет Вредим понемножку Вредим понемножку Вредим понемножку Вредим понемножку, мы лягем скотчный леп Ха-ха-ха-ха-ха Ну вот, наконец-то я здесь Никто меня не замечает Вот встаню-ка я рядом Вот с этой незнакомой ряженой ведьмой И буду танцевать, танцевать Да никак здесь моя племянница Вот это новость Ой, тетя Румпумпель Это ты? Не выдавай, не выдавай меня Ну как же, как же Ты что же не знаешь, что детям запрещено здесь появляться? Ты будешь наказана Что случилось? Ребенок! Новогодние ночи! Беда в рот Черт возьми! Что нам с ней сделать? Пусть за это поплатят в троху дара Главное весь взлет Шватайте, тащите меня! Тащите меня! Я не буду больше Отпустите меня Нечего плакать Думала бы раньше А вот ты главная ведьма Приятной вам ночи, ваши страхолюди, с праздником Вот поймали девочку Мою племянницу Ты осмелилась прискакать сегодня на Блоксберг? Как пришла тебе в голову столь сумасбродная мысль Тысяча крысиных хвостов Ты хорош, хорошо Я сама не знаю Мне вдруг Я мне Мне очень захотелось И вот я села на метлу И прискакала Тогда Садись И скачи обратно Исчезни с глаз моих Немедля Иначе я рассержусь Не на шутку Нельзя ли мне, ваши страхолюди, хоть на будущий год участвовать в танцах? Вот как Обещать я тебе ничего не могу Но Если ты В течение года Станешь хорошей ведьмой Тогда посмотрим Ровно через год Мы устроим тебе Экзамен И если ты его выдержишь Выдержу, выдержу Хустах Спасибо Спасибо, ваши страхолюди Я обещаю вам Стать через год хорошей ведьмой Разве вы не хотите ее наказать, ваши страхолюди Да-да-да Русскими Метлой Хуссе Тише Стозубая метла Стозубая метла Хуссе Если уж вы требуете наказания Требуем 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 Метлу Пусть отправляется домой пешком Живет она далеко Ей придется идти Три дня И три ночи Я думаю Этого вполне достаточно Достаточно До свидания, счастливо оставаться! Тише, тише! Она спит. Маленькая баба Яга спит. Ох, бедная! Шла три дня и три ночи пешком. Я думал, она погибла. Ах ты моя маленькая бабушка Яга! Ужасная девчонка! Трудно мне с ней, ох, как трудно! Чуть что не по ней, она сразу не каркай, не каркай. Вот тебе и не каркай. Спят в печи метла и ступа. Ночь в лесном краю. А не спать ночами глупо. Баюшки, баюшки, каркай. Спи, бабуся, озорница. Напечи тепло. И черны твои ресницы, Ах, как мое крыло. Каркай. 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 Паркай. Каркай. 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 Ох! Ах, ты моя маленькая. Проснулась. Абрахас. Ох, ох, ох... Доброе утро, Абрахасик. Доброе утро. Я выспалась. Знаешь, сколько ты спала? Сколько? Целые сутки. Подумаешь. Ай-яй-яй-яй, в грязном платье, ай-яй-яй-яй, в сапогах. Подумаешь. Ты не забудь, что через год ты должна стать хорошей ведьмой. Я постараюсь. Я буду заниматься с утра до вечера. Кар-кар. А кроме того, я сделаю еще кое-что очень важное. И я ей отомщу, тетке Румпумпель. Это она меня выдала. Ай-яй-яй-яй, она поступила подло, но мстит. Да, я наколдую ей вместо носа свиной пятачок. И эти осилины уши. И коровий хвост. Как будто ты ее этим разозлишь. Ей же ничего не стоит расколдоваться. Ты так думаешь. Убежден? И вообще, если ты сделаешь ей что-нибудь плохое, ты потом сама пожалеешь. Почему? Потому что ты обещала главной ведьме, что станешь хорошей. А хорошие не делают ничего плохого. Заруби себе это на носу. Ты это всерьез? Разумеется. А ты что думала? Да, пожалуй, ты прав. Главное, я должна выдержать экзамен. Кар-ррр. Только так я могу отомстить тетке Румпумпель. Умница, умница. Именно. И отныне ты должна делать только хорошее. Ну, в хороших делах у меня недостатка не будет. Кар-рр. Абрахас, теперь надо объездить новую метлу. Кар-рр. У меня тут в синях есть несколько запасных меток. Вот сейчас мы подберем какую-нибудь. Как ты думаешь, это подойдет? Коротковато. Ну, не беда. Я ее сейчас удлиню. Раз, два, три. В руке моей вырастай метла длинней. Готово. Ну, как? Теперь нормально. Ну, я сажусь верхом, а ты ко мне на плечо. Кар-рр. Ой. Ой, а метла? Метла, она не рыгнет. Кар-рр. Я боюсь. Ну, не каркой садись. Вдвоем веселее. Вот так. Я ее быстро приручу. Куса. Куса. Кар-рр. Метла взмыла в воздух прямо из дверей сбухи. Абрахас сидел на плече бабы-яги, вцепившись когтями в платье. Метла изо всех сил старалась сбросить наездницу. Она делала сумасшедшие прыжки в сторону. Вверх. Вставала на дыбы и падала в воздушные ямы, но ничего не помогало. Маленькая баба-яга сидела на метле крепко. Мух! Мух! Лети помедленнее. Не то сломаешь себе шею. Ну-ну, Балущу. Скоро ты устанешь. Наберешься разума. Наконец, метла признала себя побежденной. Медленно заскользила она над лесом. Скоро лес кончился. Показалась извилистая проселочная дорога. По ней медленно ползла телега, нагруженная пивными бочками. Маленькие твари! Лошадь! В упряжке выбивалась из сил пара лошадей. Вощрик злился, кричал на лошадей и безжалостно стегал их кнутом. Лошади ленивые, чуть ползут в грязи. Десять бочек пива, хошник, бошвизи. Ленивые! Карр, карр, карр! Возмутительно! Как он колотит лошадей? Не волнуйся, обракасик, сейчас он отвыкнет. Эх, топить бы брюхо, Да пивком запить, Да подушкой ухо до утра закрыть. Маленькая баба яга и ворон последовали за телегой, пока Таня остановилась возле трактира. Вощик сгрузил наземь две бочки пива, перекатил их в погреб и пошел в трактир пообедать. Усталых лошадей он оставил занузданными во дворе, не бросив им даже охапки сена. Тут маленькая баба яга подбежала к лошадям и обратилась к ним на их языке. Здравствуйте. 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 Скажите, ваш хозяин всегда такой злой? Всегда. Посмотрела бы ты на него, когда он пьяный. Потрогай рубцы на нашей коже. Он колотит нас кнутовищем. Парня надо проучить. Это позор, позор, как он с ними обращается. Вы, лошади, поможете мне с ним расквитаться? Что мы должны делать? Когда он захочет ехать, вы не трогайтесь с места. Это невозможно. Он убьет нас. Обещаю, обещаю, что с вами ничего не случится. Маленькая баба яга подошла к телеге и взяла в руки кнут. Она завязала на его кончике маленький узелок. А теперь, Абрахас, давай отойдем. Сядем на травку. Надо подождать. Что-то будет. А вон и воссик. Ты смотри, смотри. Он вышел из трактира. Ай-яй-яй-яй-яй. Да он пьян. Ну! 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 Что ж вы стоите, ленивые твари? Сейчас я вам помогу. Возьму кнут. И... Что такое? Возьчик хочет ударить по лошадям, а колотит сам себя. Смотри, смотри, он выролен кнут. А теперь послушай меня, злой возьчик. Если ты еще хоть раз возьмешься за кнут, повторится то же самое. Вы, лошадки, можете спокойно ехать. Ничего не бояться. Никогда больше не возьму в руки кнута. Никогда. Ну, родимые, поехали. Все у нас в порядке. Нет кнута в руке. Даль бегут лошадки словно налегки. Но, родимые, веселей. Смотрят по-другому. Просто чудеса. Прибегут до дому, дам я им овца. Э-э-э, родимые, веселей. Э-э-э. Пятница для ведьм все равно, что для людей, воскресенье. И если люди не работают по воскресеньям, то ведьмы не колдуют по пятницам. У ведьм даже строже поставлено. Колдовать по пятницам они просто не имеют права. Иначе надо платить штраф. Маленькая баба-яга строго придерживалась этого правила. Еще в четверг она спрятала свою метлу в сарай. Заперла в ящик стола колдовскую книгу, чтобы быть подальше от греха. Ах, Абрахас! Как скучно бывает по пятницам. Так хочется поколдовать. Ничего, ничего, потерпишь. Можно? Да-да, войдите. Смотри, Абрахас. Мальчик и девочка. Вот чудеса. Бабушка, мы ходили в лес за грибами и заблудились. Меня зовут Томас. А это моя сестра Врония. 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 Да, я Врония. А ты кто, бабушка? Отгадай. Откуда мне знать? Ты сама должна сказать. Я баба-яга. То есть ведьма. А это мой друг. Говорящий Ворон Абрахас. Она хорошая ведьма. Она не сделает вам ничего плохого. Садитесь за стол. Ну, выпейте кофе. Ну, отведайте моего праздничного пирога. Можно, бабушка? Да. Такой звучит. Вкусно. Вкусно. Ну, ешьте, ешьте. Спасибо. Бабушка, бабушка, а ты не могла бы нам чего-нибудь наколдовать, а? Да, бабушка, пожалуйста, попробую. Стой, стой, одумайся. Сегодня же пятница. Ну, а я уже все решила. Ну, мы просто-напросто запрем дверь, закроем ставни, и никто ничего не заметит. Ну, не могу же я оставить ребятишек без колдовства. Нельзя, нельзя. Сегодня пятница. Сегодня пятница. Карр, 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 карр. Захлопнув все ставни и двери, и накрепко задвинув засовы, принялась маленькой баба Яга за дело. Сначала она наколдовала на кухонном столе морскую свинку. Потом хомячка. Хомячок и морская свинка встали на задние лапки и долго танцевали на столе. Здорово! Смотрите, да. Ой, Завченко, ты действительно это умеешь. Это только начало. А сейчас я вам покажу кукольный театр. Да, умеют поварешки щемистку наливать. Да, но хочется немножко и нам потанцевать. Да, известно всем, что ложки отправляют кашу в рот. Но не знают все, что ложки бальс танцуют и пакстрот. А варешки пляшут. Ты, гляди-ка, ты, гляди-ка, ложки, ложки кривляются. Как и настоящие артисты. Смешно, да? Это да. Гляди-ка, Врони, а вон та ложка, вон. Да, известно всем, что ложки отправляют пищу в рот. Но не знают все, что ложки бальс танцуют и пакстрот. Ну, теперь хватит. Вам пора домой. Домой, домой, а там начнут беспокоиться. Уже? Так быстро. Ой, так быстро. Бабушка, приходи к нам в гости. Маленькая бабушка. В воскресенье через две недели будет большой праздник. День стрелка. Мы покажем тебе нашего карбиняна. А кто это? Как? Это? Это же бык. Наш любимец. Да, на нем можно ездить верхом. Он стоит у нас в конюшне. Приходите. Придете к нам? Договорились. Ну, а теперь берите ваши корзины. А где корзина? А где, Вроня, ты? Где корзина? Вот ваша корзина. И бегом домой. Чудеса. Вот это да. Гляди, Вроня. У нас же было всего несколько грибков. А теперь корзина полна белых. Ничего только не бывает. Какие они красивые, бабушка. Спасибо. До свидания, бабушка. До свидания, бабушка. Мы ждем вас. Приходите. Прощай, Вроня. До свидания. Бегите по этой тропинке. Она вас приведет домой. Хорошая была пятница. Если бы все пятницы проходили так быстро и весело. Вон оно. Смотри. Большая черная туча стоит над избушкой. А из нее торчит кончик метлы. А из нее торчит кончик метлы. Это румпумпель. Твоя тетка. Она следит за нами. Я ничего не вижу. Может быть, это обычная грозовая туча. Карр-карр. Карр-карр. Это была она. Она подсматривала в печную трубу, которую я забыл закрыть. Карр. Посмотрим, чем все это кончится. Прошел день, другой, целые недели, но ничего не случалось. Штрафа никто не требовал, румпумпель тоже не показывалась. И маленькая баба Яга совсем успокоилась. В назначенное воскресенье она появилась с Абрахасом на празднике стрелков. Вот идут стрелки, которых лучше нет. Вы только дайте нам патроны и мушке. Стрелять готовы вы всегда. Покажите нам, куда стрелять без романа. Точно! А мимо никогда. Абрахас! Абрахасик, ну где же наши маленькие друзья? Томас и Врони. Ну-ка, оглянись, тебе с моего плеча виднее. Карр. 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 Может, как-то следили, что лёгка пролетела. Очень много людей. И все такие нарядные. И детей много. Но Томаса и Врони не видно. Ну, давай-ка заглянем вот сюда. За палатку стрелков. Карр. 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 И здесь. Вон сидят на траве. Грустные какие-то. Здравствуйте, ребятки. Здравствуй, бабушка. Здравствуйте. Разве можно грустить на праздники? Нам можно. Отец отдает нашего быка на премию лучшему стрелку. Да. А победитель зарежет и зажарит его. А потом все стрелки сядут за стол и съедят нашего карабиньяна. Ньяна. Ну-ну-ну-ну. Тихо-тихо. Подождите, а если его никто не выиграет? Стрелкового праздника без победителя не бывает. О, бывает всяко. Ну-ка, пошли за мной. И все будет хорошо. Вот увидите. Врони, ты ей веришь? Не знаю. Но все равно пойдем. Тише! Тише! Старшина Стрелков скажет речь Имею честь приветствовать всех на нашем празднике Стрелков Ура! Приношу особую благодарность хозяину гостиницы Золотой Бык, который пожертвовал нам в качестве премии Своего живого Быка! Ура! Да здравствует хозяин Быка! Ура! Тише, тише! Объявляю праздник открытым! Вы видите, на краю поляны высокий шесть деревянным орлом на конце Этого орла должен сбить лучший стрелок Пусть первым стреляет сам старшина Хорошо! Эй, ты, мальчик! О, да это Томас! Ну-ка, скомандуй мне! Я не хочу! Иди, Томас, иди! Заряжай! Прикладывай! Селься! Пли! Ромазал! Какой позор, а! Не пойму, в чем дело! Позор, позор, позор! Стыдно, 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 стыдно! Старшина стрелков не попал в орла! Внимание! Первый стрелок! Здесь! Заряжай! Прикладывай! Селься! И! Провазал! Опять мимо! Вот умора! Это проваза! Какое бывало! Можно животное оторвать от смеха! Томас, теперь иди ты! Я? Да что вы, бабушка, что у меня там делать? Стрелять, понимаешь? Понимаю! Дайте мне ружье! Я буду стрелять в орла! О, ты! Ты карапуза, ты сейчас слишком мал! Пусть мальчишка стрельнет! Ради смеха! Разве ради смеха? Ну, здоровись! Заряжай! Вкладывай! Селься! Пли! Опал! Орел кувыркнулся и упал шеста! Ура! 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 Опа! Вот идут стрелки, которых лучше нет! Вы только дайте им! Патроны и мушке! Стрелять готовы! Вы всегда! Покажите вам, куда! Стреляй без провока! Мимо! А точно! Никогда! Молодец ты, маленькая баба-яга! Заколдовала руль я всех стрелков, и никто не попал! Зато Томас попал! Я наколдовала ему попасть, вот он и выиграл своего быка! Сажайте победителя на быка! Вверхом на быка! Томас! Возьми меня! Залезай, Врони! Ведь это же и твой бык! И ты залезай, бабушка! Нет уж! Мне и здесь хорошо! Когда ты прикажешь зажарить быка, Томас? Никогда! Никогда! Его вообще не будут жарить! Уик отправится домой! До свидания, Томас! До свидания! До свидания, Врони! Тебе удалось доброе дело! Я думаю, что этим ты заслужила прощение за свое колдовство в пятницу! Я рада, что ребята выиграли быка! Время шло, приближался конец года, а с ним и в Альпурге его ночь. За этот год маленькая баба Яга сделала много добрых дел. Она помогла бедным старушкам собрать в лесу хворост, который те запасали на зиму и проучила злого лесничего, не разрешавшего собирать этот хворост. Она заколдовала снеговика, которого слепили малыши, и снеговик проучил метлой хулиганов мальчишек, напавших на малышей. Под конец маленькая баба Яга устроила в лесу веселый карнавал для зверей. Превратила зайцев в косуль, оленям приделала зайчьи уши, мышей сделала ростом с собак. Лесные звери долго вспоминали этот веселый праздник. Маленькая баба Яга не зря провела этот год. А теперь, перед приближавшимся экзаменом, она сидела дома и ночи напролет повторяла по колдовской книге все, чем занималась в течение года. И вдруг за три дня до Нового года прискакала к ней тетка Румпунтери. Я явилась по поручению ее страхолюзия главной ведвы. Ты приглашена на совет. Экзамен состоится послезавтра в полночь. Жди нас в поле возле красного камня. Спасибо. Непременно приду. Вы можете разумнее остаться дома, а? Я передам с удовольствием твои извинения, главная ведва. Я не так глупа, как ты думаешь, и ничего не боюсь. Кто не слушает советов, тому ж не помочь. Итак, до послезавтра. О, проклятая. Улетела. Ай-яй-яй-яй. Не давай им себя запугать. Ты стала хорошей ведьмой. А это самое главное. Ровно в двенадцать ночи появилась маленькая баба-мига возле красного камня. Члены совета ведьм уже сидели полукругом на траве. Кроме главной ведьмы здесь были горные ведьмы, ведьмы болотные и колодезные, ведьмы тумана, а также представительницы других нечистых сил. И Румпунтель была там. Приветствую вас, почтенный совет ведьм. Мы старые ведьмы, мы злобы полны. На пахащи не уйдем, мы всюду должны. Мы черную зависть несем в белый свет. Вредим понемножку. Вредим понемножку. Вредим понемножку. Вредим понемножку мы лег в скотчный лет. Итак, начнем. Посмотрим, чему научилась за этот год эта маленькая ведьма. Можете задавать ей вопросы с места. Вызови ветер. Раствори в воздухе красный камень. Вызови гром и молнию. Так. Сначала я произношу заклинание. Тары-кары-мураманы. Потом читаю страницу номер тринадцать. Маленькая баба Ягани сделала ни одной ошибки. Она выполнила труднейшие колдовские штучки, которые не всегда удаются даже взрослым ведьмам. Тары-кары-мураманы. Тары-кары-мураманы. Достаточно. Ты доказала нам, что колдовать ты умеешь. Поэтому я разрешаю тебе присутствовать завтра на новогоднем празднике на горе Блоксберг. Я разрешаю тебе танцевать вместе с нами, несмотря на то, что ты еще так молода. Спасибо, спасибо. Или у кого-нибудь есть особое мнение? Нет. Не ясно. Конечно. Нет, постойте. Не ясно. У меня особое мнение. Как? Что такое? Почему? В чем дело, Румпунтель? Тебе не понравилось ее колдовство? Дело не в колдовстве, ваше страхолюдие. Дело в том, что, несмотря на все свое искусство, она очень плохая верьма. Что? Видите вот эту черную тетрадку? Здесь все записано. Все, чем она занималась в течение года. О, что это? Я все время за ней наблюдала. Читай, читай, сколько влезет. Если ты записала правду, мне стыдиться нечего. Сейчас увидим. 6 июня помогла бедным старухам собирать хворост. Да. Без обращения. 14 сентября наказала злого вошьика. Ты сейчас верненько отдала. 25-го спасла жизнь быку Карабиньяну. Да, ты верненько. Рум-пумпель рассказала про все добрые дела маленькой бабы-яги. Баба-яга думала, что тетка напридумывает что-нибудь плохое. Но нет. Все было правильно. С гордостью смотрела маленькая баба-яга вокруг, не замечая, что главная ведьма становится все строже и строже. Сто-зубая метла. Это ее я чуть было не пустила на Блоксберг. Тысяча крысиных хвостов. Какая ты плохая ведьма. Почему? Почему плохая? Я же все время делала только хорошее. В том-то и дело. Только та ведьма хорошая, которая все время делает только плохое. Правильно. А ты плохая ведьма, потому что все время делала только хорошее. И кроме того, она еще занималась колдовством в пятницу. Ой-ой-ой. Я подглядывала в трубу, она забыла ее закрыть. Позор! Этого еще не доставала. Так вот что. Завтра ты пойдешь на Блоксберг и приготовишь нам кучу дров. Одна. И никто не будет тебе помогать. А в полночь мы привяжем тебя к столбу. И ты будешь стоять там всю ночь и смотреть, как другие танцуют. Правильно. То-то нам будет весело. Эту ночь ты никогда не заводишь. О, я несчастный ворон. Это я во всем виноват. Я советовал тебе делать только хорошее. Ну, не волнуйся, абрахасик. Ну, не реди на себе перья. Я сама с ними справлюсь. Я еще не знаю как, но я справлюсь. Загляну-ка я еще раз в колдовскую книгу. А меня ты возьмешь с собой на Блоксберг? Я боюсь оставлять тебя там одну карту. Ладно, ладно. Только с одним условием. Сейчас же закрой свой клюв и не каркай. Не надо подумать. Смотри, абрахасы, как красиво на Блоксберге луна светит. Да, только пусто. Но скоро здесь соберутся все ведьмы. Почему ты не готовишь костер? Время терпит. Я кое-что придумала. До полуночи осталось 30 минут. Начинай же. Готовь дрова. Мне хватит и 10 минут. Что-то ты слишком спокойна, Карл. Мне не по себе от твоего спокойствия. Мне страшно. Теперь начнем. Раз, два, три, без разговора. Собирайтесь, метла в гору. Из полей, болот и нор собирайтесь на костер. Ветер, молния, вода. Шлите метла все сюда. Что я вижу? Сразу столько метел. Это метла злых ведьм. Я их подожгу. Они вспыхнут, как порох. Но это еще не все. Едем тише, дальше едем. Собирайтесь, книги ведьм. Через лес, моря и крыши. Едем дальше, едем тише. Калдовские книги и злых ведьм. Карр, карр, карр. Ведьма погубит тебя. Нет, это я их погублю. Вот самое главное заклинание. Хокус-покус огурец. Колдовству пришел конец. Ведьма главная и прочие Извините в это полуночье. Вот это да. Ну вот, ну вот, это мое заклинание разом сняло со всех злых ведьм их колдовскую силу. Мешать они нам больше не могут. Я понял, понял. Они бессильны. Вот, а теперь я подожгу весь этот скарб. И будем танцевать вокруг костра. Ура, Валпургива ночь. Ура! Ура, Карр. Ты единственная добрая ведьма на земле. Да здравствует маленькая баба-яга. Какая же я злюка. И вовсе ты не злюка. Не злюка, не злюка, хоть ведьма и рождена. И вся моя наука. Волшебная наука. Прекрасная наука. Для добрых дел нужна. Мало я живу на свете, мне скажу вам не шутя. Нету даже двух столетий, я совсем еще дитя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нету даже двух столетий, ты совсем еще дитя. Я вовсе не злюка, не злюка, хоть баба-яга и рождена. И мне колдовская наука для доброго тела нужна. Не хочу я быть другой, всем хочу полезной быть. Даже с бабою-ягою можно весело дружить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Даже с бабою-ягою можно весело дружить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-